Сегодня у нас на первом плане медицинский центр палитра. И у нас в студии заведующий хирургическим отделением, оперирующий флеболог, кандидат медицинских наук, доцентр кафедры усовершенствования врачей Медицинской академии Пирогова Александр Борисович Санников. Здравствуйте, Александр Борисович. Добрый вечер. Александр Борисович, как я понимаю, мы можем с вами говорить не только об варикозе, мы можем с вами говорить и об малоинвазивной хирургии, и об тех операциях, которые проводятся в вашем медицинском центре палитра. Все так? Ну, безусловно, потому что руководство медицинского центра палитра поставило в первую очередь расширение оказания медицинских услуг по различным направлениям хирургической деятельности. И флебология – это одно из направлений. Ну, все-таки варикоз для нас, для обывателей, более понятен и наиболее распространен, как я понимаю. Поэтому давайте начнем все же с варикоза. Что это за заболевание, как оно правильно называется, варикоз, и кто чаще всего подвержен этому заболеванию, кто чаще всего сталкивается? Ну, варикозное расширение вен нижних конечностей, именно так его следует правильно называть, в принципе является одной из самых распространенных сосудистых патологий. И в принципе эта проблема является и не только медицинской, но и социальной, и экономической. Потому как лечение варикозного расширения вен при сопутствующей хронической венозной недостаточности и трофических нарушениях составляет довольно существенную экономическую проблему. Тем не менее, учитывая, что болезнь, в общем-то, многофакторная, а что под этим подразумевается, то одним из таких факторов является, безусловно, наше прямохождение. Это длительные статические нагрузки, это у женщин беременность и роды неоднократные, это чрезмерные физические нагрузки. Но, к сожалению, учитывая, что эти факторы устранить нам из жизни невозможно и поменять жизнь саму так же не представляется возможным, проблема является очень актуальной. И в принципе, как на последнем венозном форуме сказал главный флеболог России, только для оздоровления населения нашей столицы потребуется более 100 лет. То есть, по сути, все прямоходящие подвержены этому заболеванию. 100% вероятности того, что меня может настигнуть, если я хожу, меня может или сижу, меня может настигнуть. Но, учитывая, что вы длительно сидите, он уже формируется. Хорошо. Кто чаще сталкивается с этим заболеванием, мужчина или женщина? Ну, по статистике, все-таки женщины. И получается, что, в принципе, если мы сюда пригласим еще одного человека, то у каждого третьего варикоз существует. У каждого третьего варикоз. Каким образом можно определить, что да, есть начальная стадия? На что нужно обращать внимание? Ну, развитие заболевания, оно, насколько может быть очевидна его форма, то есть, это непосредственно появление варикозно измененных вен на нижних конечностях, так и скрытые формы. То есть, на первый план могут выступать тяжесть в ногах, периодические отеки, ночные судороги, или то, что мы называем синдромом беспокойных ног. Что значит синдром беспокойных ног? Поясните. Ну, практически во второй половине дня человек начинает ощущать усталость. Ноги наливаются, становятся, ну, свинцовыми, так скажем. Появляются отеки. Но, учитывая, что это связано с, ну, термин такой есть, с депонированием определенных объемов крови в венах нижних конечностей, а эта кровь, она, собственно говоря, в организме не лишняя, поэтому наступает и общая усталость. Человеку хочется второй половине дня лечь, вытянуть ножки, а еще лучше их приподнять, чтобы дать отток из нижних конечностей. Эти симптомы, они говорят непосредственно именно о варикозном расширении вен нижних конечностей, или это могут быть симптомы и других заболеваний? Они говорят, в первую очередь, о наличии развивающейся хронической венозной недостаточности. В этот патологический гемодинамический круг могут вовлекаться как глубокие вены, так и более расположенные поверхностные. В то же время между ними существует тесная взаимосвязь, и нарушение гемодинамики в одном из коллекторов, скажем, в глубоких венах, не проходит бесследно для поверхностных вен. Но учитывая, что все-таки глубокие вены находятся глубоко, а поверхностные вены находятся под кожей практически, поэтому в силу изменения давления эти вены в первую очередь начинают визуально себя показывать. То есть стенка их изменяется, происходят глубокие гистологические изменения в стенке вены, и вена из эластической трубочки превращается практически в пассивную магистраль, которая начинает деформироваться. На первых стадиях, да, безусловно, это небольшая варикозная вена, которая не позволяет показать женщинам красоту их ног, которая торчит из-под юбочки. Но со временем это приобретает довольно выраженные червеобразные грозди, которые причиняют уже не только эстетический дискомфорт, но и являются уже причиной более глубоких гемодинамических нарушений. Вот с какого момента человеку необходимо задуматься о том, что да, что-то с моим организмом происходит не так, и нужно предпринимать какие-либо действия? Вот в какой момент? Тяжесть в ногах, отеки, уже эстетические какие-то изменения? Леночка, Вы все правильно сказали и перечислили практически все эти факторы, на которые надо обращать внимание. И задача в том, и на сегодняшний момент, и здесь у Вас в студии, это убедить людей приступать к лечению варикозного расширения венка как можно раньше. То есть нельзя затягивать... Вы знаете, на не так давно прошедшем конгрессе в Соединенных Штатах Америки из уст одного из ведущих хлебологов венозного американского форума такое сравнение прозвучало. То есть ведь когда в стоматологии начинает зуб портиться и происходит кариес, можно тоже его сразу не бежать лечить. И довести дело до того, когда в принципе придется зуб удалять. Ну и это тоже лечение, по сути, да? Да. Между началом кариеса и удалением зуба проходит, естественно, не два дня. Так же и с варикозными венами. Дело в том, что на начальных стадиях, когда вена не подвержена выраженной варикозной трансформации, а пока еще намечается только ее расширение с какими-то отдельными, может быть, расширенными притоками, мы действительно на сегодняшний момент можем приступить к лечению и гарантировать пациенту и косметический эффект. И достаточно радикальное лечение. На сегодня во всем мире тактика в хирургическом лечении варикозного расширения вен преследует такой постулат, что если женщина до операции скрывает под юбкой варикозно-измененные вены, то не должна она после операции скрывать обезображивающие ноги рубцы. Поэтому практически все методики малоинвазивные, которые на сегодня в мире разработаны, которые активно используются флебологами в мире, они направлены именно на это, чтобы достигнуть косметический эффект, малотравматичными методами, чтобы человек практически мог со следующего дня встать на ноги. Обязательно об этом поговорим. Давайте ответим телезрителю. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Лена. Добрый вечер, телезритель. Ой, господи, 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 пожалуйста. Ваш ведущий. По поводу... Меня очень беспокоит такой вопрос. У меня сын, ему 34 года. Он оперировался по поводу варикоза расширения вен. У меня самой тоже в свое время была операция. Я оперировалась классическим путем. То есть меня просто как бы вену удалили. А сын я не буду называть ни клинику, ни доктора, чтобы не отпугивать, скажем так, пациентов от платных клиник. Мне даже пришлось заправдать в сад, чтобы оплатить эту операцию. Ну, значит, он постоянно сейчас наблюдает его. Ему сделали лазерную вот эту вот операцию. Вот насколько она, на самом деле, корректна в плане здоровья, эта лазерная операция, потому что у меня никаких проблем, никто не наблюдает, здоровье, все хорошо. А вот ранек постоянно наблюдает после лазерной, если я правильно называю, шклеротерапии. Ну, я думаю, да, вопрос понятен. Вопрос понятен. Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что не надо ни из одного метода, существующего на сегодня, в том числе и лазерной облитерации, делать какой-то сверхметод. Каждый из существующих сегодня методов, он подходит, в общем-то, индивидуально к тем изменениям, которые существуют у данного человека. К сожалению, имея в наличии какой-то один метод или его пропагандируя, многие флебологи часто идут по этой узкой тропе. То есть, что есть, то и делаю. И было бы, наверное, гораздо все проще, и не разрабатывались бы альтернативные методики лазерным технологиям, если бы так оно было все просто. Потому что вена может иметь различный диаметр. Может иметь различные варианты развития варикозного расширения вен. И для этого, в общем-то, и выполняется целенаправленно предоперационное ультразвуковое дуплексное исследование. И чтобы оценить эффективность, эффективность используемой методики, безусловно, очень должен быть взвешенный и всеобъемлющий подход. То, что касается возникновения повторного развития варикозного расширения вены, или как мы называем, рецидива заболевания, я вам скажу одно, что, в принципе, если после любого вмешательства, будь то лазерные технологии, будь то клеевые облитерации и так далее, если этот рецидив развивается на протяжении первых пяти лет, это однозначно проблема хирурга. Здесь нельзя говорить, что вы знаете, это вот так ваш организм устроен, это такая вот ситуация с гемодинамикой у вас и так далее. Вот, это однозначно. И если я, допустим, где-то на международном форуме начну анализировать процент моих неудач с точки зрения трех или пяти лет, меня просто никто не поймет. Скажут, доктор, вы о чем вообще говорите? Поэтому надо разграничивать, конечно, там, где совершены были какие-то технические недочеты в выполнении операции. Или это действительно рецидив возник через 15-20 лет. К сожалению, наш организм не молодеет. Изменяются условия гемодинамические. Ну, в конце концов, человек может набрать вес. В конце концов, на протяжении их 15 лет он может еще раз, а то и два раза родить. Поэтому это и, безусловно, все будет сказываться. Ну, а вот если касаемо конкретного случая, безусловно, надо разобраться в этой ситуации. В чем причина? Может быть, сопутствующие были явления тромбоза глубоких вен. Где-то, может быть, что-то пропустили. К сожалению, это бывает. Это бывает. Непосредственно у вас в медицинском центре палитры каким образом лечат варикозное расширение вен? Какие есть? Потому что, как я понимаю, не один лазерный способ есть. Какие способы есть? Значит, если касаться... Ну, во-первых, можно отметить, что на сегодня все методики подразделяются на... Это обычные хирургические традиционные, это термические методы закрытия вены и нетермические методы. Одним из... Ну, не будем касаться хирургических методов, которые, в принципе, при очень запущенных стадиях приходится использовать. То есть, невозможно лазерный проводник, лазерный световод на всем протяжении провести через вот такую измененную вену. Все-таки эти методы, они являются уникальными для начальных и средних стадий развития заболевания. То есть, задумываться о своем здоровье нужно чем раньше, тем лучше следить. Да. И в этом плане медицинский центр палитра проводит большую научную исследовательскую работу. Мы работаем совместно с несколькими оборонными предприятиями. На сегодняшний момент у нас защищены несколько патентов по лазерным технологиям. Проводим тесную работу с головным институтом лазерной физики имени Прохорова, а это Нобелевский лауреат именно в лазерных технологиях, по разработке новых световодов. И по многим лазерным методам облитерации используемой аппаратуры, можно сказать, что она на сегодняшний день в палитре в единственном числе представлена. Ездим с этими разработками на многие международные форумы. Нигде не обходится наше присутствие без каких-то программных докладов. Ну, это то, что касается лазерных технологий. Ну, это просто уникальное предложение, я бы сказала. На сегодняшний момент в мире идет активная разработка нетермических методов, потому как все-таки лазер – это термическое воздействие и достаточно высокой температуры. И там, где ситуация могла бы позволить использовать более, даже еще более щадящие методы, вот там используются нетермические методы, в том числе клеевые и склерозирующие облитерации, то есть это введение в просвет вены специальных клеевых составов. Удовольствие это на сегодняшний момент является недешевым. Но это не значит, что его не надо использовать, его не надо внедрять. Ну, что, в общем-то, и происходит у нас. У нас еще один звонок зрителя. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такая проблема, у меня у мужа проблемы с венами, но он очень плохо относится к платной медицине. И он все хотел узнать, как попасть к лебологу бесплатно, потому что у нас есть полис ОМС вообще-то, и везде, на всех углах говорят, что у нас медицина теперь доступная, бесплатная, что везде можно попасть, записаться. Вот можно узнать, как попасть к лебологу бесплатно. Но я не могу отвечать и брать на себя такую ответственность за здравоохранение во Владимирской области. Передо мной стоят конкретные задачи, и работаю я и веду прием в медицинском центре палитра. Безусловно, он платный. Но, в принципе, я думаю, если конкретно люди будут заинтересованы в моей консультации, я могу пойти на достаточно, так сказать, уступки и провести консультацию, пожалуйста, говорится, звоните в медицинский центр, уточняйте вопросы. Ну, в конце концов, скажите, что вы дозвонились на данный телеканал. Скажите, пожалуйста, лазерная хирургия, то, о чем мы с вами сейчас говорили, это только сосуды или какие-то еще другие операции можно проводить непосредственно у вас в медицинском центре? Лазерная аппаратура, она, в общем-то, в чем-то уникальна. Начиная от космоса и до более приземленных вещей. И, в принципе, те разработки, которые проведены и которые внедрены, они уникальны в нескольких направлениях хирургии. В первую очередь, мы отметили флебологию. Также мне хотелось бы сказать, что методики уникальны для лечения геморроя. Ну, просто несравненно с другими методиками общих хирургического направленности в лечении геморроя, которое, в общем-то, тоже является довольно распространенным заболеванием. И данная аппаратура, ну, позволяет даже в чем-то чудеса творить. Вот по поводу чудес, да, можно сколько угодно спорить платно-бесплатно, но, по сути, такая операция, малоинвазивная, как быстро человек, вот придя к вам, сделав ту же операцию по поводу варикозного расширения вен, геморроя, ну, как долго он находится в стационаре и находится ли, и как быстро он может начать обычную жизнь с нормальными нагрузками? Ну, вы знаете, во многих... Чтобы понимать, да, в том числе, и за что платить. Да, во многих центрах, во многих центрах, и такая практика, она тоже имеет место быть. Практически через час человека пытаются, я бы сказал, отправить из клиники. Мы все-таки в хирургическом отделении медицинского центра «Палитра» считаем, что даже при великолепном состоянии больного все-таки лучше его на протяжении 4-6 часов понаблюдать. Чтобы человек пришел в себя, чтобы он почувствовал действительно, что метод безболезненный. Поэтому на протяжении этого времени, я считаю, обязательно человек должен наблюдаться. И даже при желании уйти домой, я буду настаивать, чтобы человек находился под моим контролем. Это, ну, в общем-то, база спокойной, хорошей, размеренной работы и хорошего эффекта. Ну, и в конце концов, тесного контакта с пациентом. Что происходит после операции? То есть 3-4 часа наблюдается человек, до 5-6, дальше что? Ну, дальше, собственно говоря, любым видом транспорта он может уезжать домой, уезжать с моими рекомендациями. Безусловно, при всей иллюзорности, что человек может на следующий день встать и работать, здесь тоже не надо лукавить. И если мы даже используем самый косметический, малотравматичный метод облитерации и закрытия, то есть, да, варикозной вены, ну, мне не позволит мой врачебный долг человеку отправить завтра на работу и, ну, допустим, там, учительница или продавец в магазине поставить ее на 12 часов у доски. Поэтому все-таки надо чуть-чуть отдыхать, чуть-чуть надо иметь восстановительный период. Александр Борисович, у нас буквально полминуты осталось, исходя из вашего опыта, как много жителей, ну, нашей планеты может, да, громко, я поняла, уже каждый третий имеет возможность заболеть в варикозном решении, как много людей нуждаются вот в операции? Ну, в России по последней статистике 47 миллионов. 47 миллионов. То есть, как я понимаю, пожелать нашим зрителям необходимо повнимательнее посмотреть на свои ножки? – Безусловно. И вот все-таки в контексте прозвучавшего телефона я, в общем-то, не склонен считать, что именно в частных медицинских центрах способны оказывать помощь. Безусловно, сосудистые хирурги-флебологи очень многих лечебных учреждений способны и готовы оказывать высоко квалифицированную помощь. Но я все-таки радуюсь за медицинский центр «Палитра». – Спасибо большое. Наш гость сегодня – заведующий хирургическим отделением, оперирующий флеболог, кандидат медицинских наук, доцентр кафедры усовершенствованных врачей Медицинской академии «Пирогова» Александр Борисович Санников. Александр Борисович, большое спасибо, что нашли время прийти сегодня к нам. – Спасибо большое. Продолжение следует...